Сегодня традиционно обсуждаем прошедшую вчера оперативку в правительстве, которую традиционно вел Ради Хабиров. В последнее время он все больше и больше опаздывает на это мероприятие. В этот раз ждали 7 минут. Сходу Хабиров стал рассказывать о том, что недавно он встретился с руководителем Газпрома господином Миллером. Они обсудили два вопроса. Первый это создание предприятия в Салавате в рамках предприятий самого Газпрома по переработке газа в пластике. И второй вопрос, видимо, главный был долги жителей республики Башкортостан за газ. Хабиров, видимо, пообещал Миллеру навести порядок в этой области и, соответственно, достаточно грозно сообщил, что теперь с долгами населения за газ будет бороться он и все правительство. В отличие от Рамзана Кадырова, Хабиров не стал ходатайствовать о прощении долгов жителей Башкортостана за газ. Более того, видимо, он будет выбивать эти деньги из населения и предприятий, тем самым окончательно утвердив свою концепцию по взаимодействию с населением Башкортостана, а именно все возможные способы выбивания денег из населения, предприятий и всего чего угодно в Башкирии. Это касается и штрафов, и долгов за газ. Первым и самым скучным вопросом был вопрос рейтингования муниципалитетов по итогам первого квартала. Напомню, что еще в прошлом году, в конце года, Хабиров обещал, что выстроит некую систему рейтинга муниципалитетов, районов и городов, некая система оценки эффективности их работы, по которой будут оцениваться каждый квартал муниципалитетов, города и администрации районов. Системы оценки ее выработка, ее формирование были поручены господину Тажединову. Что само по себе, на мой взгляд, обнуляет эту светлую идею, потому что всем нам известно, что какую бы задачу ни поставили перед Тажединовым, случается либо провал, либо исчезновение больших массивов денежных средств. Я имею в виду Корнашпан, я имею в виду с треском проваленную и разворованную программу развития Зауралия, и я имею в виду еще многие процессы, к которым причастен Илшат Азаматович. Ну, в общем, рейтингование районов тоже поручили Илшату Азаматовичу. Судя по всему, Хабиров заранее ознакомился с результатами этого рейтингования и пришел в ужас. И вот почему. Потому что перед самым началом доклада Тажединова Хабиров сказал, что мы не будем говорить о негативной части этого рейтинга, будем говорить только о позитивной. Рейтинг этот в целом устроен так, что те, кто набирают положительные оценки в критериях этого рейтинга, попадают в так называемую зеленую зону, а все остальные попадают в желтую и красную. То есть те, кто не выдержал этих нормативов, кто там не добился результатов и так далее. Так вот, говорить Хабиров велел Тажединову только о тех, кто попал в зеленую зону. И вообще это в рамках такого позитивчика, который теперь у нас царит во всех мероприятиях, это как бы понятно. Но забавно то, что совершенно понятно, что те, кто не попал в зеленую зону, попали в желтую и красную. И вычислить их несложно. И забавно то, что пропорция между зеленой и красной зоной настолько очевидна, что на самом деле, конечно, Тажединов, приводя те выкладки, которые он начал приводить дальше в своем докладе, говорил о глубочайшем кризисе в республике Башкортостан, несмотря на то, что он пытался это выводить как достижение конкретных районов. То, что выборка вот этих вот критериев, ну, по меньшей мере, имеет странный смысл и странную, значит, концепцию, конструкцию, это стало очевидно с первых слов господина Тажединова, потому что один из главных критериев, вернее, параметров, которые он там задал, называется «качественная жизнь». Это в зеленой зоне оказались 12 районов и 2 города. Напомню, что в Башкортостане 54 района и 21 город. И несложный математический подсчет говорит нам о том, что в 36 районах из 54 у нас некачественная жизнь, в 19 городах из 21 города у нас некачественная жизнь, а вот все оставшееся попало в ту самую зеленую зону. Те, кому удалось сконцентрировать внимание во время вот этой монотонной речи господина Тажединова, конечно, отметили для себя, что выборка городов и районов, которые были отмечены как успешные, судя по всему, была абсолютно случайной. Например, пять раз прозвучал город Кумертау, и он вообще вошел в призеры этого рейтинга. Город Кумертау – это ухоженные улицы, это удобный транспорт, это довольный гражданин, это качественная жизнь, все та же самая, и благоустроенные общественные территории. Вот я обращаюсь к жителям города Кумертау, вы, пожалуйста, подтвердите или опровергните, действительно вы живете в этом рукотворном раю, о котором рассказывал господин Тажединов, или это все-таки выдумки и перверсии вот подобных рейтингов. Вообще, конечно, рубрики и показатели, по которым оценивались территории, зачастую были просто смешными. Это действительно уютный двор, ухоженные улицы, удобный транспорт. Вот по этим показателям рейтингуются у нас регионы. Здоровый житель, укомплектованность врачебным персоналом, ну и самая, конечно, звезда этого рейтинга – показатель довольный гражданин. Ну, я бы, конечно, для полноты картины добавил туда счастливую гражданку, сытого пенсионера, веселого ребенка, хмурого сантехника, ну и дальше можно, значит, фантазировать до бесконечности. По всем вот этим смешным критериям, Тажединов туда-сюда-обратно рейтинговал эти районы, значит, везде бесконечно фигурировало Кумертау. Например, Иглинский район вполне себе вошел в зеленую зону по, значит, например, качеству жилищно-коммунального хозяйства и дорогам, в том числе и по параметрам, значит, долевого строительства. Напоминаю, что в Иглино, конечно, совершенно дикая абсолютно ситуация с долевым строительством, но Тажединов включает в рейтинг победителей по этому параметру. Помимо смешных или каких-то глуповатых, на самом деле, моментов в этом рейтинге, в этой системе рейтингования, в данных, которые огласил Тажединов, есть и некие важные моменты, которые, если правильно оценить, могут наводить на некоторые мысли. Например, господин Тажединов нам сообщил, что укомплектованность врачебным персоналом по районам очень разная в Башкирии. Например, в Уфе это 93 с чем-то процентов, то есть недостаток около 7 процентов врачей, а, например, в Салаватском районе 114 процентов укомплектованности врачами. Как такое могло случиться и кто же платит, из какого бюджета лишним 14 процентам врачей свыше той нормы и того списочного состава, который сформирован по бюджету, непонятно. Более того, Салаватский район не аномалия. Помимо Салаватского района свыше 100 процентов укомплектованности врачами в Илишевском, Краснокамском, Бурзианском, Чекмагушевском и Болтачевских районах. То есть вот эти чудо-районы, где свыше 100 процентов укомплектованности врачами. Как такое получается, непонятно совершенно. То есть на что они там живут, кто им выделил дополнительные деньги. Зато в Сибае 88 процентов укомплектованность врачами. Видимо, вместе с теми врачами, которые вернулись в Уфу, уехала часть еще и местных сибаевских врачей. Там действительно катастрофа. То есть, в принципе, конечно, статистика и вещь очень опасная. И как бы не завуалировал господин Тажидинов эту статистику в какую-то непонятную билиберду и кашу, время от времени из нее проскакивали очень тревожные цифры. Напомню, что, условно говоря, безопасными, по критерию безопасной среды, считается только 14 районов из 54 и только два города из 21. Ну и так далее. Очень много цифр, которые можно вытащить из этого невнятного обрамотания господина Тажидинова. В 23 районах и 16 городах у нас в наличии здания школ и дошкольных учреждений, находящихся в аварийном состоянии. В 23 районах и в 16 городах. Более половины территории Республики Башкортостан, учебные заведения, находятся в аварийном состоянии. Или, например, столь любимые Радим Фаритовичем детские площадки. Только половина районов и только три города из 21 имеют детские площадки, которые полностью соответствуют нормам и требованиям. То есть, вот этот вот бодренький, зелененький докладец господина Тажидинова на самом деле, ну, как бы мигает из всех своих щелей вот этими красными тревожными фонарями, говоря о том, что в Республике складывается абсолютно нездоровая ситуация. И то, что вот этой новой команде, хочет она этого или не хочет, придется с этим бороться. Или просто фальсифицировать цифры, манипулировать ими дальше как угодно. Честно говоря, то, что сообщил широкая общественность Тажидинов, у меня лично не вызывает никакого доверия. Далее в повестке дня шел вопрос о работе глав муниципалитетов в системе инцидент-менеджмент. Доклад делал господин Мурзагулов. Доклад был кратким. Он на самом деле содержал в себе следующий единственный смысл. Все отлично, все успешно, мы победили. Из 54 районов только 3 района, Благоварский, Аскинский и Краснокамский, были признаны проблемными по работе в инцидент-менеджменте. Все остальное работает шикарно, прекрасно. Не вдаваясь в детали, не назвав ни одной цифры, Мурзагулов заявил, что все работает. Но по окончании самого краткого в мире доклада Мурзагулов случился небольшой инцидент. Ради Хабирова имел неосторожность поинтересоваться, а как же устроены те критерии, по которым оценивается участие глав в работе системы инцидент-менеджмент. На что Мурзагулов как-то смутился и сказал, что это очень сложный алгоритм, ну очень сложный, видимо намекая, что интеллектуальных способностей Хабирова недостаточно для понимания таких вещей. А для закрепления, ну как сказать, авторитета своего заявления, зачем-то Мурзагулов сообщил и вообще эти критерии Кириенко разрабатывал. Хабиров сразу как-то сник, ну Кириенко-то Кириенко действительно, куда уж нам там за такими умами гоняться. В общем вопрос был снят. Очевидно, что, конечно же, система инцидент-менеджмент, будучи вообще исходно коммерческой системой, заточена на то, что в принципе можно получить любой результат. Какой хотите, такой и получим. Соответственно, вот эти критерии, действительно, вопрос очень скользкий, если начинать ими интересоваться и лезть внутрь работы системы, мы поймем, что все, что в ней внутри происходит, ну как бы подвержено любым изменениям, было бы желание, то есть можно дать такую и сякую статистику, какую угодно на самом деле. В абсолютно пустом докладе господина Мурзагулову прозвучала одна фундаментальная вещь, которую нужно понять внимательно, дважды, трижды, значит, прокрутить в голове, чтобы окончательно уяснить для себя, что такое вообще вот этот инцидент-менеджмент. Мурзагулов сказал абсолютно правильную вещь, и я сейчас ее процитирую. Он сказал, что инцидент – это не сбор обращений граждан, это выявление реакции на действия властей. Вот вдумайтесь в эту фразу. Все, кто считают, что кто-то, кто написал там в Твиттер Хабирову или в Фейсбук Хабирову, что он там обратился, и вот на это обращение будет что-то делаться, это не так. Это всего лишь фиксация реакции на какие-то события. Много раз повторял, еще раз повторю, если вы хотите добиться какого-то результата по какому-то конкретному вопросу, не пишите в эти Твиттеры и Фейсбуке, пишите официальное обращение. То есть есть некий механизм, все еще работает этот закон об обращении граждан, и все еще на них обязаны отвечать. А вот на всякие, значит, строчки в Твиттере, Фейсбуке или ВКонтакте никто не обязан отвечать. И именно вот в этом коварный замысел этого инцидент-менеджмента и заключен. Сколько бы вы не выпускали пар и не жалились, и не бились в пароксизме праведного гнева в Фейсбуке Хабирова, это не имеет никакого официального или законного значения. Тут Мурзагулов абсолютно прав. Инцидент-менеджмент – это система замера температуры по больнице. А вовсе не сбор заявлений граждан, пожеланий граждан, еще чего-то. Если вы написали про какую-то проблему конкретную в этот Фейсбук или в Твиттер, или ВКонтакте Хабирова, никто вам ничего не обязан делать. А вот если вы написали официальное обращение, вот на него как минимум обязаны ответить. Вот этот момент надо себе выяснить. Далее в повестке дня был вопрос с пожарной обстановкой в Республике Башкортостан. К сожалению, господин Гумеров, руководитель Комитета по чрезвычайным ситуациям в Республике Башкортостан, констатировал ухудшение пожарной ситуации и статистики в Республике. Рост на 73% пожаров относительно показателям прошлого года, на 18% рост смертности относительно показателей прошлого года. Цифры, конечно, чудовищные. Правда, он объяснил, что во многом эта статистика обусловлена тем, что изменена система ведения статистического учета, что теперь пожаром считается возгорание, например, бесхозных построек, что, собственно, логично вообще-то, да, любой пожар – это пожар. А также в статистику погибших теперь включают тех, кто погиб через какое-то время после получения травмы и ожогов в пожарах, что тоже, собственно, логично. В общем, конечно, обстановка с пожарами тревожная, и именно на этот доклад Хабиров среагировал, заявив, что первый квартал мы проиграли. Он имел в виду именно пожарную обстановку. Но в целом, конечно, эта фраза во многом иллюстрирует то, что вообще происходило в Башкирии в первом квартале 2019 года. Далее на повестке оперативного совещания был господин Киреев, а именно отчет об экологических субботниках, которые мучительно завершились в республике Башкортостан, и Киреев подвел итоги этих субботников. Ну, в свойственной ему манере господин Киреев, запутавшись сам, запутал всех цифрами, которые он, значит, вывалил в своем отчете. Он сообщил, что все, без исключения муниципалитеты, города и районы, приняли участие в этом субботнике о том, что было посажено 35 тысяч крупномерных деревьев, 10 600 кустарников, участвовало 163 тысячи человек, а это 5% от взрослого населения республики Башкортостан. Кстати говоря, стоило ли затевать всю эту бильберду ради того, чтобы вовлечь туда только 5% избирателей, я так и не понял. Однако, статистика всего месяца, в отличие от одного субботника у Киреева, выглядела еще более грандиозной. За 4 субботника он вовлек в эти мероприятия, ну, по его словам, вовлек 50% взрослого населения республики Башкортостан, полтора миллиона человек. Вот тут я позволю себе не поверить господину Кирееву. Конечно же, то, что мы видели на улицах, никак не тянуло на то, что половина взрослых жителей республики вышла на улицу и машет метелками. Ну, может быть, это и хорошо. Кроме всего прочего, господин Киреев сообщил, что он смог за 4 субботника вывести 481 500 кубометров мусора. Вот тут уже у меня совсем сомнения поползли из всех щелей, потому что на самом деле это 209 тысяч с лишним годовых нормативов на человека по вывозу мусора. Это примерно 6% вообще годового объема мусора, который производит республика Башкортостан по нормативу. И, ну, там, на вскидку 50% от месячного объема мусора, который производит вся республика Башкортостан. Если бы эти цифры были правдой, то тогда бы господин Киреев бесплатно за счет труда жителей, который им не оплачивался, мог бы сэкономить 175 миллионов рублей. Но боюсь, что это на самом деле не так. Далее слово предоставили министру лесного хозяйства господину Шаруфудинову, который отчитался об акции «Зеленая Башкирия». Ну, в общем-то, там все было вместе, и «Субботники», и «Зеленая Башкирия» все в кучу смешали. Тут показания, конечно, сильно расходились. Напомню, что на прошлой неделе господин Хабиров опубликовал в своей соцсети пост о том, что «Ура, ура, у нас появится 500 тысяч новых деревьев», и в картинке к этому посту почему-то значилась цифра полтора миллиона деревьев. Ну, в докладе господина Шаруфудинова тоже цифры немножко разнились. Он сообщил нам, что они посеяли миллион саженцев, что они высадили 500 тысяч крупномеров. Вообще, конечно, цифра совершенно запредельная. Даже сложно себе представить стоимость этих работ, которые они произвели буквально за 4 дня. Ну, в общем, конечно, неправдоподобно это все было, но очень оптимистично, очень радостно, очень победно. Но, видимо, то, что и нужно было, в принципе, от всех этих докладов. Также господин Шаруфудинов сообщил на вопрос Хабирова о возобновляемости лесов в Башкирии, о том, что леса в Башкирии возобновляются один к одному. То есть, весь объем вырубки в году, 13,5 тысяч гектаров, возобновляется каждый год. То есть, мы можем быть спокойны за леса Башкортостана, в том смысле, что сколько рубится, столько и высаживается. Ну, тут тоже, конечно, сомнения есть, потому что мы все помним о варварских вырубках леса и в Белорецком районе, и в Бурзянском. Мы помним всю эту нашу замечательную селену, которая там как бритва избревала целые районы и целые массивы лесов в непонятном направлении все это дело вывозила. В общем, конечно, большие сомнения по поводу вот этих вот статистических отчетов Минлесхоза. По селектору вызвали Мустафина, который сообщил о том, что он в Уфе высадил 2573 крупномерных дерева, что за прошлый год это было всего лишь 329 деревьев. Ну, в общем, тоже успех полный. Около двух десятков аллей заложено в республике, имею в виду вот тех самых аллей, которые повелел заложить Хабиров. Им присвоены всякие забавные названия, там, аллея достижений, аллея выпускников, детская, аллея любви, ну и так далее. Значит, еще есть даже аллея двух птиц. О чем идет речь, я не знаю. Ну, в принципе, можно только приветствовать, конечно, высадку зеленых насаждений и в республике, и в городах, и в населенных пунктах. Вопрос только в том, чтобы это делалось качественно, и с точки зрения разума тех расходов, которые, ну, действительно ложатся бременем на бюджет, а вот будет ли результат, пока непонятно. Ну, чем зеленее будут города, тем, конечно, лучше. Далее бенефис Киреева был продолжен вопросом о ходе ямочного ремонта, который неизбежно возникает на каждом оперативном совещании. Но тут уже наступает абсолютное дежавю, честно говоря, если сравнивать выступления Киреева по этому вопросу на разных совещаниях, они абсолютно идентичны. Опять 6656 заявок в систему «Дорожный эксперт». Напомню, что должно быть 500 тысяч ям отремонтировано за этот сезон. Киреев опять заявил о том, что наполнение, в кавычках, системы «Дорожный эксперт» является архиважной задачей и ложится тяжким временем на администрации районов и городов, что вот эта беготня со смартфонами будет продолжена за все вот эти месяцы, которые идет вот эта вот бильберда с этой системой «Дорожный эксперт», всего 6000 там фоточек разместили, напомню, надо полмиллиона. В общем, процесс этот, судя по всему, окончательно превратился в виртуальный, при том, что простой, обыкновенный, архаичный подворовой обход выявил 52 тысячи ям, например. Также Киреев сообщил, что разработан наконец-то план ремонта дворовых проездов. Напомню, что вообще на реализацию этого плана у него осталось полтора месяца. К 15 июня все ямы на дорогах и во двора должны быть заделаны. То есть, как говорит Владимир Владимирович, времени на раскачку нет. Но, тем не менее, поступают абсолютно идентичные отчеты, которые были на прошлых совещаниях. Далее чуть-чуть поговорить на совещании в этот раз и Мухаммедьянову, который кратко, быстро, как выстрел, сообщил, что у него уже план практически перевыполнен по ремонту ям на дорогах. 103% плана он выполнил. Значит, ликвидировал 211 тысяч ям на дорогах Башкортостана. В общем, конечно, эта оперативка особенно отличалась задором и успехами. То есть, это очень сильно походило на такой поздний советский период, когда вокруг все плохо, а в отчетах все хорошо. Ну, в общем, Мухаммедьянов сообщил, что 196% работы по ремонту дорог выполнены, например, в городе Октябрьском. То есть, там дороги теперь, как в Германии, судя по всему. В Салавате 159% плана выполнил господин Мухаммедьянов, и там тоже прекрасные дороги. В Благовещенске 154% плана выполнил господин Мухаммедьянов, и там тоже все здорово. Не здорово все. Еще в орденоносном городе Сибае 69%, всего лишь господин Авзалов освоил по ремонту дорог в этом городе. Видимо, орден так его окрылил, что теперь он решил ничего больше и не делать. И в городе Агидель все плохо, там 73% ям заделано от плана. Ну, Агидель всегда был, конечно, городом упадочным и депрессивным. Ну, в общем, практически никакого вывода из этого доклада сделать невозможно. В конце доклада о ямочном ремонте Хабиров опять заговорил о мобильном приложении. Он опять усомнился, работает ли оно. Он задал этот вопрос Мухаммедьянову. На что Мухаммедьянов по-военному заявил, так точно, Радий Фаридович, все работает. Хабиров обратился к Мурзагулову и говорит, Ростислав Равкатович, у нас есть понимание, фонит эта тема или не фонит? На что Мурзагулов ответил, что фон на тему ям на дорогах есть всегда, Радий Фаридович, но в последнюю неделю чуть меньше. А, значит, фон сбивать начали, говорит Хабиров. В общем, вот эта странная метафизическая оценка работы по ямочному ремонту уже как бы перешла в фазу вот этого инцидент-менеджмента. То есть важно не как заделали ямы, а важно, как об этом говорит народ. А Мурзагулов всегда даст нужный ответ на тему, говорит народ или не говорит о ямах. Последним вопросом оперативного совещания был вопрос о работе административных комиссий в части взыскания с населения денег за незаконные парковки на газонах. Тоже, собственно, традиционный вопрос для последних совещаний. Киреев отчитался о том, что за истекшую неделю он сумел, значит, оштрафовать 4550 автовладельцев. В Уфе почти 3000 человек. Собрал он 5 миллионов 868 тысяч 200 рублей. Из них в Уфе 3 миллиона 898 тысяч рублей. В общем, процесс идет, сумма практически удваивается от недели к неделе. По моим подсчетам, в общей сложности собрано уже свыше 10 миллионов рублей с населения за вот эти вот парковки. И тут, судя по всему, Хабиров как-то даже испугался. Потому что нарастание этих цифр, поборов, ну как-то даже для него стало, видимо, некомфортно звучать. И Хабиров внезапно сказал Кирееву, хватит об этом говорить. Он практически его оборвал. И больше давайте на оперативном совещании вы мне об этом докладывать не будете. Будете докладывать тайком и лично. То есть масштаб вот этих вот поборов, судя по всему, стал опасен уже для имиджа самого Хабирова. Потому что вот те благие намерения, которые лежали в основе этой идеи, превратились, ну, фактически в ограбление населения. Потому что, ну, вот 99% из тех штрафов, которые взымаются за вот эту парковку на якобы газонах, взымаются за то, что автомобиль стоит на абсолютно ровном участке земли, на котором ничего не растет. Называть это газоном никак нельзя. Более того, граждане, судя по статистике, поняли, как можно избежать, значит, вот этого наказания. Напомню, что 10 тысяч нарушений выявлено, из них только 4,5 тысячи получили штрафы. И вот как это происходит на самом деле. Дело в том, что административная комиссия не имеет доступа к базе данных об автомобилях и составляет вот этот документ или там акт о нахождении автомобиля в неположенном месте, только имея номер автомобиля. Кто является владельцем автомобиля, административная комиссия не знает. А штрафовать можно человека, а не автомобиль. Так вот, если граждане не являются на административную комиссию, персонифицировать штраф не представляется возможным. Соответственно, по прошествии двух месяцев по КОАП право оштрафовать этого гражданина у административной комиссии исчезает. То есть, на самом деле, достаточно не являться на административную комиссию для того, чтобы этот штраф не был назначен владельцу автомобиля, либо человеку, который этим автомобилем управлял. Ну, это как бы детали юридические. Люди, по всей видимости, это начинают понимать, и потому половину людей, которых пытаются привлечь к этой ответственности, эту ответственность не несут. Думаю, что этот показатель будет только нарастать. Соответственно, эффективность вот этой деятельности по поборам, она будет снижаться. Но я так понимаю, что Кирееву остро необходимы деньги на то, чтобы провернуть эти деньги через вот эту свою систему столбиков, которые, судя по всему, кого-то обогащает несказанно. Так что, ну, Киреев будет прилагать дальше усилия по оштрафовыванию населения. Позволю себе небольшую ремарку к вчерашнему оперативному совещанию. Почему-то Ради Фаритович забыл выйти на балкон. Я говорю о том, что 2 марта господин Хабиров строго наказал своим подчиненным Мустафину и Кирееву закупить технику для очистки города Уфы от пыли. И что 1 мая он выйдет на балкон или там в конце апреля, через месяц, как он сказал, и посмотрит, летает ли пыль над Уфой. Ради Фаритович, пыль над Уфой более чем летает. На прошлой неделе была вообще пылевая буря на Зорге, на проспекте, там был такой кошмар, люди снимали видео и так далее. К 1 мая господин Киреев должен был закупить вот эту технику по, значит, вот эти автомобильные пылесосы по очистке и поливанию городов. Судя по всему, техника эта не закуплена. Он так увлекся столбостроением, что вот эту тему он забыл. Ради Фаритович, пожалуйста, выходите на балкон и посмотрите, как летает пыль над городом Уфой. Как я и обещал, мы будем каждую неделю подводить итоги нашего интернет-опроса за прошлую неделю и назначать следующий опрос. С прошлого вторника прошел опрос, является ли эффективной система решения проблемы обманутых дольщиков в Республике Башкортостан. Опрос этот дал совершенно феноменальный результат. Почти 600 человек в нем участвовало. Во Вконтакте 97% сказали, что система не работает и что борьба с этой проблемой ведется неэффективно. А вот, например, в Фейсбуке 100% сказали, что работа эта провалена. Вообще, конечно, это очень характерный результат. В том смысле, что единство мнений всегда очень важно. 97% и 100% это совершенно разгромные цифры. Опросы наши призваны, ну, хоть сколько-нибудь дать объективную оценку происходящему в Республике, потому что вот эта лукавая история с инцидентом, она вводит в заблуждение людей, и, собственно, вводит в заблуждение самого Хабирова, который оперирует ложными данными и пытается оценивать ситуацию. И следующий опрос мы проведем на тему доступности медицинских услуг в Республике Башкортостан. На фоне вот этих особенно бодрых отчетов господина Тажеддинова, где у него по 100 с лишним процентов укомплектованности врачей есть в некоторых районах, мы опросим население, насколько доступно им регулярное государственное медицинское обеспечение, и насколько они этим обеспечением удовлетворены. Мы давно не говорили о том, как идут дела в расследовании и деле бывшего вице-премьера правительства Республики Башкортостан Гурьева. Месяц прошел с момента его ареста. Надо сказать, что новостей нет никаких. В смысле от слова совсем. С Гурьевым не производится никаких следственных действий. Он сидит в полной изоляции в следственном изоляторе. Его не вызывают на допросы, его не вызывают на очные ставки. Более того, в отношении всех остальных причастных к этой истории, я имею в виду и господина Мансурова, и господина Ахметова, и господина Морданова, и даже господина Хамитова, никаких следственных действий не производилось. Месяц человек просто просидел в тюрьме, якобы для того, чтобы он не вмешивался в ход следствия, а следствие вообще-то ничего и не делало. И буквально вчера следователь Беляев, вызвав Гурьева, сообщил ему, что господин Беляев арестовывает имущество Гурьева. При этом он арестовал две квартиры и земельный участок. Но тут, в общем-то, есть о чем поговорить. Дело в том, что следователь Беляев арестовал земельный участок, который не принадлежит Гурьеву, а принадлежит на правах собственности жене Гурьева, который она даже не купила, а получила как многодетная мать. Дело в том, что господин Беляев, следователь Беляев, арестовывает квартиру, которая на 5 шестых не принадлежит господину Гурьеву. Соответственно, он лишает имущественных прав людей, которые абсолютно не проходят по делу, четверо из которых вообще несовершеннолетние дети. Судя по всему, эта акция является в чистом виде акцией устрашения. И даже, в общем-то, я боюсь предположить, что предпримет еще следователь Беляев дальше. Может быть, он планирует брать заложников. Возможно, даже какие-то более существенные будут меры принимать для того, чтобы все-таки заставить Гурьева что-то говорить. Но констатирую то, что у следствия действительно нет никакого прогресса и нет никакого результата. Начальство нервничает, начальство заставляет что-то делать. Начальство требует выколотить, выбить из госпожи Берг какие-то показания на Гурьева. Но надо отметить, что госпожа Берг, даже если бы что-то и говорила в адрес Гурьева, она, в первую очередь, говорила бы это против себя лично, во-первых. А во-вторых, госпожа Берг не имела никакого прямого подчинения Гурьеву. Соответственно, связать их в одну преступную цепочку достаточно сложно, если только они на пару по ночам не грабили табачные киоски. Ну, скорее всего, пока до этого еще обвинение не дошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова